Здравствуйте! В студии Лилия Анн эфир 41 канала продолжит информационная программа Воронеж. События, факты. Итоговый выпуск на этой неделе. Сегодня в программе. Депутаты Воронежской городской думы провели последнее заседание перед уходом на парламентские каникулы. На Воронежском заводе по производству синтетического каучука произошел крупный пожар. Чтобы стимулировать граждан делать прививку против коронавируса, в Воронежской области разыгрывают лотереи. В самом сердце города растаскивают историческое здание архитектора Замятнина. Не скорая развязка. В Воронеже началась реконструкция одиозного транспортного узла на пересечении Остужева и Московского проспекта. Студенты Воронежского техникума моды и дизайна, проживающие в общежитии, могут остаться без отопления и крыши над головой. Африканская жара. Жители европейской части России ежедневно проходят испытания аномально высокими температурами. 23 июня депутаты Воронежской городской думы провели 10-е заседание перед уходом на парламентские каникулы. Один из вопросов касался переноса празднования дня города. Тему продолжит Галина Жукова. Главный вопрос повестки дня – исполнение городского бюджета за 2020 год был принят единогласно. Его параметры по доходам составили 24 миллиарда 113 миллионов рублей, расходы – 22 миллиарда 787 миллионов. Таким образом, профицит бюджета составил более 1 миллиарда рублей. Перед уходом на парламентские каникулы депутаты также поддержали перенос празднования дня города, который изначально планировалось провести 18 сентября. Но он совпал с выборами в Госдуму. Теперь День города пройдет на неделю раньше 12 сентября. От альтернативного варианта провести День города в субботу 11 сентября тоже решили отказаться, так как он приходится на усекновение Иоанна Предтечи. К слову, в этом году Воронеж отметит свое 435-летие. Совмещать религиозный праздник с Днем города, наверное, не совсем это правильно. Следующее третье воскресенье – это выбор депутатов Государственной Думы. Как вы знаете, уже четвертые последние воскресенья месяца и октябрь бывают у нас климатически уже обоснованы дожди, погода не очень хорошая, поэтому было принято решение перенести День города на воскресенье. Хорошие новости есть и для ТОСов. Теперь руководители территориального общественного самоуправления будут поощрять денежные компенсации в зависимости от численности населения. Только в Воронеже на сегодня действует 536 ТОСов, и с каждым годом их становится больше. С 2013 года не повышалась компенсация денежная, а инфляция ежегодно повышается. Соответственно, увеличиваются расходы на элементарные такие вещи – канцтовары, связь, или что-то в такие моменты. Поэтому было принято решение увеличивать эту компенсацию. Там не сильно большая компенсация. Всего за счет бюджета будет увеличено на 7 миллионов рублей на все ТОСы. Еще один вопрос должен был касаться судьбы двух рынков – Центральной и Северной в части слияния их активов. Но его рассмотрение перенесли на следующее заседание. Не совсем ясны цели этого действия. Ну, а кроме того, у нас намечена проверка контрольно-счетной палаты деятельности Центрального рынка. И вот было решено предварительно, что давайте дождемся результатов проверки, посмотрим, что там к чему, а то, может быть, и не стоит этого делать ничего, а какие-то другие меры принять. Всего депутаты рассмотрели более 30 вопросов, большинство из которых касалось передачи муниципальную собственность бесхозных сетей и передачи в оперативное управление различных объектов. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. На Воронежском заводе «Совтех» на улице Димитрова в ночь на 23 июня произошел крупный пожар, уничтоживший 100 тонн каучука. Причины пожара пока уточняются. Подробности у Олеси Олесюк. Завод «Совтех» занимается обработкой отходов и лома пластмасс. Склады с каучуком загорелись сегодня ночью в 12 часов 39 минут. На происшествие выехали 46 спасателей и 13 пожарных частей. На тушение пожара ушло 3 часа 16 минут. Окончательно пожар ликвидировали в 3 часа 55 минут. Пострадавших при пожаре не было. Сгорело 100 тонн каучуковой крошки из складской помещения площадью тысячи квадратных метров. Сейчас МЧСники выясняют, почему мог начаться пожар. Олеся Олесюк, Валерий Бобкин, 41 канал. Губернатор Александр Гусев лично оценил модернизацию львобережных очистных сооружений в Воронеже. Глава региона осмотрел иловые карты, отстойники первичной очистки и новый цех механического обезбоживания сточных вод. Цех полностью оборудован. Осталось отладить работу центрифуг, пишет Александр Гусев на своей странице ВКонтакте. После новое оборудование можно будет протестировать. По словам представителей администрации, как только цех запустят в работу, подача сырого осадка на иловые площадки прекратится. Это должно предотвратить распространение неприятных запахов в городе. Когда воронежцам станет легче дышать, не уточняется. Александр Гусев также поручил провести встречу руководителей ЛОС и РВК Воронеж для обмена опытом, мотивируя это тем, что на правобережных очистных запах не настолько сильный. По его мнению, нужно использовать новые реагенты. Безусловно, решение проблемы требует финансовых вливаний. Для развития ЛОС потребуются не только деньги, но и время. Инвестиционная программа предполагает целый комплекс реконструкций и строительства, заявил Гусев. Финансирование ЛОС теперь на контроле у губернатора. Елена Цветкова, 41 канал. По официальным данным, на 20 июня в России привито от коронавируса чуть более 10% населения. Остальные пока с вакцинацией не спешат. Однако власти, похоже, больше не собираются смотреть на это сквозь пальцы. Чтобы стимулировать граждан делать прививку, теперь даже разыгрываются лотереи. Почему народ не спешит добровольно вакцинироваться? И что думает о подобных стимулирующих мерах, интересовалась Галина Жукова. Отечественная разработка «Спутник Ви» стала первой в мире вакцины от коронавируса. Впервые о ней заговорили еще летом прошлого года. А уже в декабре в России развернулось масштабное вакцинирование против новой заразы среди добровольцев. Поначалу речи о принудиловке не шла. Но власти с нескрываемой гордостью рапортовали о том, что и здесь мы впереди планеты всей. Правда, некоторые увидели в этом и политический аспект. В том плане, что надо сделать все побыстрее, протестировать вакцину и похвастаться ею на весь мир. На помощь пришли главным образом почему-то не медики, а известные актеры и другие медийные персонажи, рассказывающие о пользе вакцинации на своем личном примере. Власть для того, чтобы убедить население использовать рекламных шутов, которых привлекает дешевых, они по телевизору что-то пытаются изобразить. Как мы знаем, реклама – это средство скрыть реальные намерения, поэтому все реагируют на эту рекламную кампанию очень подозрительно. Ежедневно в мире выявляется более 800 тысяч новых случаев COVID-19, а количество заболевших приближается к 180 миллионам. Согласно опросу в ЦИОМ, 70% наших соотечественников убеждены, что массовая вакцинация позволит предотвратить распространение коронавируса и новые вспышки эпидемии. Пусть стимулирует. Я привился давно двумя компонентами. Бывают критические ситуации, когда размышлять в принципе некогда. Когда пандемия летит, и надо бороться и быстрее. И уже по ходу делаю, получать результаты. Правда, таких смельчаков, кто уже привился в России, всего 10%. Остальные этого делать не спешат. Вот такие вакцины не делаются так быстро? Ну, во-первых, она разработана недавно. Как бы испытания быстро, ну так, мне кажется, невозможно такую вакцину изобрести так быстро и все провести, испытания все. Ну, как бы просто у меня опыт вот из-за гриппа, прививки. Потому что, во-первых, она мутирует, эта болезнь, правильно? И одну, вот как грипп. Делаешь одно, он уже на следующий год другой. Ой, получается смысла? Не вижу я. Ну, как бы, если так разобраться. Между тем, сегодня россиянам на выбор предлагают три вакцины. Помимо спутника ВИИ, это и Пиваккорона, и Ковиваккорона. Наибольший интерес к прививкам проявляют граждане старше 60 лет. О готовности привиться именно российской вакцины заявили 46%, а вот 39% этого бы делать не стали. Это очень такой красноречивый показатель доверия. И даже несмотря на то, что президент Российской Федерации призвал всех вакцинироваться, насколько я понимаю, на сегодняшний день откликнуло всего 10% населения. Это говорит только о недоверии власти, понимаете? Потому что после стольких решений, которые, по сути, пошли в разрез с предыдущими обещаниями президента, власти нынешние уже перестали просто доверять. Поняв, что доводов для массовой вакцинации недостаточно, власти решили пойти еще дальше, решив стимулировать прививки от коронавируса лотереями. Первый пример показала Москва, а уже 21 июня Воронежский региональный оперштаб подхватил эту инициативу на местах. Ну, а то, что власть пытается там кнутом и пряником людей загнать, это от своего бессилия, от отсутствия своего авторитета, от отсутствия здоровой и внятно убедительной аргументации по поводу прививок. Потому что я, например, тоже не уверен, а стоит ли вообще прививаться этой прививкой, потому что информация разрозненная. Среди тех, кто уже прошел вакцинацию, разыграют ценные призы, гранты и лотерейные билеты. Такие новости воронежцы восприняли неоднозначно. Розыгрыши вот эти, да, ну как это, получается, из-за влекалого какое-то. Зачем? Ну, непонятно вообще, вообще, очень много непонятно. Очень в этом. Вообще, это вакцинации. Боюсь именно вот то, что принудительно. Тем более разыгрывать. Ну, зачем разыгрывать, если каждый человек за свое здоровье отвечает сам. Я считаю, надо как-то получше к этому вопросу отнестись. А стимулирование розыгрышем автомобиле надо людей убеждать. Также на днях губернатор Воронежской области одобрил идею примеровать коллективы, в которых привились 50% сотрудников. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Воронеже вандалы обворовывают дом крестьянина-предпринимателя Фирюбкина. Здание, построено в стиле модерн и является объектом регионального значения, что не помешало грабителям проникнуть в него и унести все, что только можно, включая тяжелые балконные решетки из чугуна. О том, как отреагировали на произошедшие местные власти и о принятых мерах для предотвращения дальнейшего разграбления исторического здания, расскажет Олеся Олесюк. Адрес Бауманский переулок, 39, знаком каждому воронежцу, которого интересует историю города. Доходный дом был построен в 1915 году в стиле модерн по проекту Михаила Замятнина. Заказчик, богатый крестьянин и организатор товарищества по продаже мануфактурных изделий. Константин Михайлович Фирюбкин. Сейчас дом в аварийном состоянии. Старинную решетку вандалы пилили не стесняясь. Все происходило днем. Местная жительница позвонила в полицию, но никто не приехал. Вот эта бесхозность, вот эти проблемы сохранения его как объекта культурного наследия, они создали такие заманчивые идеи среди криминальных элементов воспользоваться культурными ценностями. И, насколько у меня есть информация, уже вот на протяжении длительного периода, как его расселили, вот на него положили глаз такие черные антиквары. Проглядели дом и кладоискатели. Местные жители, говорят, видели странных посетителей дома не раз. После кражи дом опечатали. Общественники обратились в полицию и собираются направить запрос в управление охраной объектов культурного наследия. Также была общественная инициатива. В частности, вчера активисты нашей организации посещали пункты приема черного и цветного металлов. В частности, Руди Вольга Фадеевна объехала большую часть пунктов города Воронежа. Я посещал пункт на проспекте Труда, на Краснознаменной. К сожалению, не удалось обнаружить никаких культурных ценностей, связанных с этим домом. Сносить дом Ферюбкина нельзя. Он бризнан объектом культурного наследия. Но вот что с домом может стать, если как таковой охраны за ним нет. Здание безнаказанно расхищается, а власти пока не обращают на это никакого внимания. Общественники намерены продолжать следить за этой историей, которая, по всей видимости, затянется. Сейчас дом хотя бы закрыт посторонних, а это уже небольшая, но безопасность культурного объекта. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал. В Воронеже началась реконструкция Остужевской авторазвязки. На сегодня это самый загруженный в городе транспортный узел. Строительство важнейшего дорожного объекта предполагается разбить на несколько этапов. С подробностями Галина Жукова. Такие многокилометровые пробки здесь возникают почти ежедневно. Остужевский транспортный узел уже давно не справляется с нагрузкой. Это ключевой объект Левобережья. Конечно, выход на Северный мост, на Москву, в эту сторону, Ростовское направление, очень напряжённый. А уровень автомобилизации, конечно, достиг уже всероссийских пределов. По подсчётам аналитиков, в ближайшие годы транспортный поток может вырасти ещё до 80 тысяч автомобилей в сутки. Строительство Остужевской развязки обещают в мэрии покончить с ежедневным транспортным коллапсом. Первый из трёх этапов реконструкции развязки начался на участке пересечения улицы Остужева и железной дороги. Пока ведутся подготовительные работы, расчищается строительная площадка. Сначала реконструируют виадук над железной дорогой, затем, собственно, развязка Остужевская. И завершится это уже съездом с северного моста, клеверный лист. Подрядчик – компания «Возрождение» с Петербурга. Рабочим предстоит возвести новый путепровод над железной дорогой параллельно действующему мосту. Из-за строительства движения автомобиля на этом участке будет прекращено. Эксперты говорят, альтернативные объездные пути необходимо продумать заранее. С учётом опыта предыдущих развязок, которые за последнее время отреконструировали на 9 января у нас, вот как-то складывается впечатление, что мэрия и, собственно, организаторы движения проникают с проблемами только тогда, когда они обрушились на нас. Согласно проекту, новый 14-пролётный путепровод на 15 опорах над железной дорогой будет шириной почти 22 метра. Это позволит обеспечить шестиполосное движение по три в каждую сторону. Второй этап – также шестиполосный участок от северного моста до путепровода. По словам эксперта Николая Киселёва, на бумаге всё выглядит почти идеально, если не учитывать отдельные нюансы. По ходу изучения темы узнаю о новых проблемах. Оказывается, вот на Остужево, где переход с северного моста на Остужево, у нас на той площади земель, которая зарезервирована под строительство развязки, там клеверные листы должны быть, а уже там выделена земля и под строительство высотки. 17-этажной. И вот тоже слежу за судебным исходом дела, мэрия пытается обжаловать, но суд пока стоит на стороне строителей. И вообще я не понимаю, как так можно что-то проектировать. А потом оказывается, у вас уже дом тут стоит. Между тем, на реализацию этого масштабного проекта предусмотрено больше миллиарда рублей. По планам, первый этап реконструкции завершится до 15 декабря 2022 года. Студенты техникума моды и дизайна рискуют остаться будущей зимой без жилья. Общежитие, в котором они живут, может лишиться отопления. О дикой для 21 века ситуации расскажет Олеся Олесюк. Сейчас каникулы, дети разъехались. Но директор техникума моды и дизайна Галина Владимировна думает о подготовке к новому учебному году. Больше всего она переживает за то, как запустить для учащихся осенью отопительный сезон. Все началось весной этого года, когда в апреле теплоснабжающая организация сообщила, что на внешнем теплопроводе, по которому поступает тепло в общежитие, произошел порыв. Кому эту трубу ремонтировать, непонятно. Муниципалитету теплоснабжающие сети тоже не принадлежат. Выходит, участок трубы ничейный. У нас складывается критическая ситуация, поскольку отопление подаваться не будет ни в общежитии, ни в учебный корпус. В общежитии проживают у нас 170 студентов и сотрудников техникума. Из них у нас 23, в настоящий момент проживает 23 сироты. То есть вопрос стоит очень остро. Необходимо тогда решать вопрос с расселением студентов. В техникуме мода и дизайна учат на портных, закройщиков, парикмахеров и обувщиков. Профессии нужны в современном мире. Но каким станет учебный процесс, если отопление не наладят, представить довольно сложно. Если такая аварийная ситуация не решится, то нам придется отказать в заселении студентов в общежитии. Нам придется проводить расселение студентов-сирот, находить место для проживания наших сотрудников. Здание старое, 71-го года постройки, поэтому желательно нуждается в капитальном ремонте, скажем так. Все коммуникации, все уже засорены, тоже отопление. Мы постоянно чиним его, постоянно какими-то своими средствами выискиваем, меняем батареи. Но нужен капитальный ремонт. В правительстве Воронежской области ищут решение возникшей проблемы. Елена Цветкова, Олеся Олесюк, 41 канал. Новая рабочая неделя началась для Воронежа аномальной жарой. Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура воздуха в регионе, да и в целом в европейской части России, выше климатической нормы на 7 и выше градусов. В свою очередь Роспотребнадзор выступил с просьбой сократить рабочий день из-за жары. К чему еще себя готовить воронежцам, узнавала Галина Жукова. Не ходите, дети, в Африку гулять. Похоже, эта фраза классика утратила свою актуальность. Африканская жара пришла к нам сама. На этой неделе погода обещает быть по-настоящему знойной. Синоптики говорят, что июньское солнце на безоблачном небе продолжит безжалостно палить. Пока практически почти до конца месяца надо готовиться к аномальной жаре. На перспективу на ближайшие дни. Жаркая погода, сильная жара от 34 до 39, как в Воронеже, так и по области. Без осадков. Кратковременные дожди возможны, но не раньше выходных. На субботу-воскресенье намечается какой-то заток с Черного моря, какой-то более увлажненный воздух. И большая вероятность, что при такой жаркой погоде, при больших таких неустойчивых атмосферах, возможно образование по Воронежской области местами куча дождевой, грозовой области. Из-за аномальной жары Роспотребнадзор рекомендовал предприятиям снизить нагрузку для своих подчиненных. Так, если температура воздуха в помещении повысилась до 20,5 градусов, рабочий день надо сократить на час. Если же столбики термометров поднялись до отметки 29 градусов, то трудовая деятельность должна завершиться на 2 часа раньше, если, а при температуре 30,5 градусов – на 4. Тут сейчас сколько там еще времени не дошло до максимального пика, а в помещении уже находиться тяжело. А при максимальном пике, оно будет где-то в 16-17 часов, будет очень тяжело в помещениях, которые без кондиционера или непроветримых, или без вентиляторов. В это время советуют эксперты лучше воздержаться от длительного нахождения на солнце. И по возможности быть ближе к водоемам. Не стоит делать это – пить алкогольные напитки, это очень вредит. Значит, находиться долго на жаре без головного убора, находиться долго в непроветримых помещениях, надо вставать, проветривать или как-то по кондиционерам. И, значит, что стоит делать – это пить побольше жидкости. К слову, подобная аномалия с погодой для европейской части России нетипична. Но в последнее время погода, как капризная барыжня, ведет себя самым непредсказуемым образом. Раньше это было нетипичное явление. Но после 2010 года практически вот такие вот блокирующие антициклоны, жаркие, малоподвижные, нас посещают практически каждый год. В прошлом году не было. В этом есть. В следующем году, может быть, не быть. Но вот через год, может быть, то есть это надолго, чувствуется навсегда, так как произошло уже изменение климата. Из-за вмешательства человека в природу и загрязнения окружающей среды нарушается защитный озоновый слой. Именно озон защищает Землю от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, идущих от Солнца. Результатом разрушительной деятельности человека стало появление озоновых дыр. Множество фабрик, заводов, ТЭЦ выбрасывают в атмосферу злополучный хлор, который усиливает разрушение защитной оболочки Земли. Последствия расширения озоновых дыр человек уже испытывает на себе. Вследствие усиленного ультрафиолетового излучения у людей может развиваться рак кожи, нарушается иммунная система. Климат изменился, соответственно, климат изменился не сам по себе. Изменился за счет человеческих рук. Как говорится, мы сами себе изменили климат за счет увеличения заводов, фабрик, за счет неконтролируемых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. Атмосфера-то, она все-таки не вечная. Где-то прошло разрушение озонового слоя. И нам природа и за это не стихнет. По прогнозам синоптиков, спад температуры наступит не раньше следующей недели, когда плюс 25 нам покажутся сущим раем после африканской жары. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. 3 миллиона рублей штрафа. Такую меру наказания присудили липецкой компании, загрязняющей реку Усманку. По решению суда, фирма из Липецкой области, овощи черноземья наказана на 3 миллиона рублей. Напомним, из-за несанкционированного сброса отходов в реку Усманку в 2020 году на территории Воронежской области случился массовый мор рыбы. Это подтвердили в прислужбе Генеральной прокуратуры Российской Федерации. После проверки Липецкой природоохранной прокуратурой агропредприятия стало известно, что в период с января по февраль 2021 года овощи черноземья сбрасывали загрязненные источные воды в Усманку на протяжении 235 часов. Также ранее на 4 миллиона рублей был оштрафован Липецкий водоканал, допустивший сброс канализационных стоков в реку, протекающую по территории двух соседних регионов – Липецкой и Воронежской области. Елена Цветкова, 41 канал. Ночью 22 июня шум тяжелой техники напугал жителей северного микрорайона. По словам автора, размещенного в соцсети видео, в полночь в районе улиц Мордасова и Владимира Невского внезапно раздался рев бензопилы. Также он прокомментировал, что это незаконно пилят деревья. В комментариях под видео появились замечания о нелегальной рубке вековых исполинов. Такое мнение уже опровергли местные активисты. Оказалось, это всего лишь плановая уборка валежника. Эту информацию подтвердили в отделе особо охраняемых природных территорий регионального департамента экологии и природных ресурсов. Новые деревья не пилили, заявили в ведомстве. По поручению губернатора Александра Гусева, рабочие устраняли порубочные остатки. Работы проводились ночью, видимо, для того, чтобы никому не мешать. Елена Цветкова, 41 канал. 2020 год, прошедший под знаком пандемии, COVID-19 отметился активным движением кадров в городских организациях. Из 71 тысячи уволенных 53 тысячи ушли с работы по собственному желанию. Такие цифры приводит Воронежстат. Мы столкнулись с ситуацией, когда ряд предприятий, особенно в сфере обслуживания, вынуждены были снизить заработную плату или посадить людей практически на отсутствие денег, чисто номинальный какой-то оклад, может быть, даже минимальный оклад и все. Естественно, выжить на эти деньги сейчас крайне сложно. Поэтому люди были вынуждены искать себе какую-то работу новую и переходить с места на место. Вторая причина, почему люди в период пандемии уходили практически в никуда, связана с использованием дистанционки на многих рабочих местах и, как следствие этого, серьезное эмоциональное выгорание. Не каждый мог освоить вот эти новые методы работы. Когда работа прибавилась, понадобилось изучать новые какие-то форматы, новые модели работы. И это оказалось крайне тяжело, особенно для людей старшего возраста. И многие просто уходили, потому что тяжело не справлялись вот с таким объемом работы. Да и сами люди признают, что коронавирус в корне изменил привычную жизнь каждого из нас. Во-первых, это какой-то страх появился. Перенесли, конечно, переболели ковидом. Это тоже не очень хорошо. Это же выбило из жизни уже несколько месяцев восстановления. Не очень приятно. Боишься, вот эти маски постоянно. Сейчас опять новые штаммы вирусов. Тоже неизвестно, что будет. Прошлый год знаменовался еще и тем, что количество принятых на работу воронежцев существенно снизилось. Так, в 2020-м воронежские компании зачислили в штат чуть более 66 тысяч новых сотрудников. Это на 10% меньше, чем в 2019 году. Естественно, люди начинают искать себе другие сферы, и некоторые уходят просто в самозанятость. То есть они не находят уже работы по найму, а начинают искать что-то свое, другое. Мне кажется, это вот сейчас тренд, он только появился, но он будет усиливаться. А пандемия это все подстегнула. Между тем, согласно данным Воронежстата, средняя зарплата в столице Черноземья в 2020 году достигла 45 тысяч рублей. Правда, по факту, многие о такой зарплате могут только мечтать. Хитрость подсчета средней зарплаты кроется в том, что это так называемый номинальный заработок без учета вычета 13-процентного налога на доходы физических лиц. Таким образом, если из 45 тысяч вычесть НДФЛ, то на руки среднестатистический воронежец получит 39 тысяч рублей. Здесь, считают эксперты, мы столкнулись с двоякой бухгалтерией. Когда вроде бы средняя зарплата выросла и даже очень приятно выросла, а по факту уровень жизни сократился, снизился и по ряду отраслей это очень серьезно ударило. Средняя зарплата, считают у нас и те, кто зарабатывает высокие деньги, серьезные доходы, и те, кто совсем немного. Впрочем, говорят аналитики, расслабляться нам все же не стоит. Мы видим, что опять наблюдается рост заболеваний коронавирусом. Естественно, это будет вызывать определенные ограничительные меры. Сейчас мы уже столкнулись с ситуацией, что фудкорты закрыли. То есть на очереди что-то еще сократилось число мест, посадочных мест в кинотеатрах, не более 50% загрузка. Вполне вероятно, что мы еще столкнемся с чередой банкротств и новых ограничений в различных сферах деятельности. Галина Жукова, Виталий Корнеев, 41 канал. В Воронеже в Театре КОД открылась выставка художников из психоневрологических интернатов Ленинградской области. Выставка проходит в рамках проекта «Широта и долгота», реализованного при поддержке художников, кураторов и волонтеров. Это автобус тоже, только пассажирский автобус. Куда-то загонится в Италию, Францию, Германию, еще куда-то. Дорогой путь идет. В реальной жизни, конечно, воспитанникам психоневрологических интернатов поехать обычно некуда. Их и спецочреждений, как правило, не выпускают. А в наши дни, во время пандемии, чтобы не допустить вспышки коронавируса, не разрешают и встречи с близкими. Юрию Козлову художнику-самоучке повезло больше других. Он находится в интернате, где работают либеральные руководители, которые отпустили его на передвижную выставку в Воронеж. Юра вышел, вот у него были с собой просто работы. Помнишь? И он просто, у него, как бы художников на самом деле видно в этих учреждениях. Там такие специфические, близкие к тюремному условию. Так устроена российская система социальной помощи инвалидов, что люди проживают очень компактно. В Санкт-Петербурге 8 учреждений по 1000 человек, и когда вы туда приходите, там точно кто-нибудь будет. В Воронежском регионе находится 17 психоневрологических интернатов. В них проживает почти 3000 человек. В палатах чаще всего прибывает от двух до четырех человек. Многие постояльцы не знают, чем им заниматься целыми днями. Другие реализуют свою энергию в творчестве. Работы наших художников пока нигде не выставлялись. Идеи про похожие выставки, как в Санкт-Петербурге, только обсуждаются в регионе. На выставке представлены работы 25 авторов. Они – люди с инвалидностью, живущие в закрытых учреждениях и решившие рисовать. Они постоянно находятся в социальной и культурной изоляции. Их работы никто не увидел бы, но помогли волонтеры. В истории искусства есть такое направление, как «алсайдер-арт» или «арт-брюд». «алсайдер-арт» – термин, который в 1972 году был придуман, «арбрюд» в 1948-1945. И большинство исследователей относят автоматически работы, сделанные художниками, которые выпадают из общего нормативного поля, к этим направлениям. Но мы, как исследователи, которые работают в этом поле, не очень любим эти термины, потому что они ограничивают, на наш взгляд, кругозор зрителя. Людей, которые пришли на эту выставку, было очень много, хотя, в принципе, никакой особой рекламной кампании не было. Людей пришло очень много, потому что, я думаю, что тема эта трогает воронежцев. И вообще, наверное, как любого человека, не только воронежцев. И, как сказала Наталья, судя по тому, что происходит в Питере, в Воронеже, людей заинтересованных было на этой выставке гораздо больше, нежели в Питере, например. Проект «Широта и долгота» проводит художественные занятия в психневрологических интернатах, арт-сессии в музеях и галереях в библиотеках. Занятия помогают находить художников-самородков. Выставка в поисках алмазов проработает до 7 июля. Возможно, пример из Питера поможет реализоваться однажды и нашим авторам, пребывающим в закрытых учреждениях. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. А я напомню номер телефона редакции 41 канала 206-9406. Мы ждем обратной связи от вас. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Это были все новости минувшей недели, что готовит нам предстоящее. Мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 канале. А я с вами прощаюсь, и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин